Iron Maze сделали интересные обновления на сайте, и вы первыми узнаете о них. На эту минуту еще никто даже в официальном дискорде не успел отметить это. Начну по порядку. Первое. Разработчики Dark&Darker обновили пресс-кит, набор логотипов, артов и других картинок по игре. Добавили лого Blacksmith. Я впервые вижу его. Google тоже ничего не выдал. Даже в поиске по изображению. Учитывая, что Iron Maze уже делали коллаборацию с кофе, возможно это имеет отношение к пиву. Есть вот такой сайт, но опять же, это гадание на кофейной гуще. Думаю, в этом конкретном случае время откроет истинную суть происходящего. С таким же успехом можно предполагать, что это, скажем, неназванный новый спонсор, или какая-то попытка использовать юридически сторонние фирмы для того, чтобы, скажем, запустить очередной плейтест или ранний доступ, бла-бла-бла. Опять же, это все теории, но погадать иногда прикольно, почему нет. Будем ждать официальных комментариев от самих разработчиков в их дискорде. Второе. Добавили новые арты. Сейчас вы можете лицезреть их на своих экранах. В-третьих, пока показываются арты, расскажу еще об изменениях. Удалена папка Market Capsules с картинками для игры в библиотеке Steam. Видимо, скорое возвращение в Steam таки не планируется. Или одно другому не мешает. Удалена папка Screenshots со скринами из игры. Удалены персонажи из папки Artwork. Похоже, эти персонажи останутся в основном на моих гайдах и интервью с топ-1 киберспортсменами по Dark&Darker. Добавлены новые арты руин. Добавлены вариации лого Dark&Darker. Добавлены вариации лого Iron Maze. Ну и, как я уже говорил, добавлено лого Blacksmith. В-четвертых, вот сравнение того, что было и того, что стало. Похоже, Iron Maze что-то готовят. Однако, именно сейчас было бы довольно неудачное время для запуска плейтеста. Или раннего доступа. Ведь скоро выходит в релиз популярнейшая D&D игра. Baldur's Gate 3. Полное ее прохождение в раннем доступе уже есть у меня на канале. И, пожалуй, быть может, 3-го числа я начну прохождение полной версии. Что вы думаете по всему этому? За подготовку материалов благодарю WebScottle. Держать строй! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова